Доброе утро, уважаемые избиратели! Тема сегодняшней дискуссии армии и флот. А хотел бы я начать с такого факта. 3400 школ в России не имеют теплых туалетов. Даже в Забайкальском области 57% школьников не имеют теплых туалетов. Казалось бы, какая связь? Очень простая. Не все девочки, которые ходят сейчас в школу, станут будущими мамами. Может так случиться, что основная задача армии и флота – это защищать свое население, народ. Но некого, может быть, защищать при таком отношении к своему собственному населению. Поэтому очень важно создать мощнейшую экономику, которая бы создала мощные вооруженные силы. Не наоборот, не телега впереди лошади. Только так. И это предлагает кандидат Явлинский. Кроме того, такое отношение не повышает патриотического настроя населения. Вы думаете, не все так просто, как показывают по телевизору. Вы поговорите со школьниками. Очень многие школьники говорят так. А давайте сделаем объеме войны в Швеции и тут же сдадимся. Это факт. Это реальность. И вы думаете, что взятие деревянного рейстага или каждый год пленения Паулиса в Волгограде – это что, повышает патриотический настрой школьников? Нет ничего подобного. Повышает патриотический настрой школьников – это хорошее, внимательное отношение к людям. И это самое главное. Инвестиции в человека. Вот что самое главное. Без мощнейшей экономики невозможно построить мощную армию. Но даже если бы экономика работала, даже если бы она хорошо работала, у нас есть огромные проблемы. По данным главного военного прокурора, 20% расходов на оборонку расхищается. Вдумайтесь в эти проценты. 70% по госзаказу лишены смысла. Это по данным Центрального банка. То есть фактически эти средства растаскиваются, расхищаются. Только повышение эффективности экономики, только борьба с коррупцией, только контроль за оборонными заказами позволит создать эффективную армию. Только такой путь. Перевод России на военные рельсы – это совершенно недопустимо. На военные рельсы – это совершенно недопустимо. Потому что военные рельсы – это экономика соль, крупа, сала, керосина. Это низкоэффективная экономика. Это экономика низкого передела. Только повышение эффективности экономики позволит повысить и эффективность работы службы в армии. Один дрон сегодня может заменить 100 пограничников вместе с мухтарами на границе. Принимайте умное решение, когда будете голосовать. Принимайте то решение и принимайте того кандидата, который предлагает реальное решение в армии и флоте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!